К примеру, первое, I won't tell anyone, второе, I'll always love you, третье, I'll come back tomorrow, четвёртое, там, это вот, I'll write, I'll pay you back tomorrow, и this won't hurt, вот такие вот, this won't hurt, вернее. Вот у нас такие интересные обещания. Так вот, это у нас здесь не просто так, здесь у нас, видишь, что такое вот текст есть, promises, promises, и все эти же обещания нам нужно вот вставить в, вставить вот сюда, в эти вот пустые заголовки, как раз-таки эти обещания и будут являться нашими заголовками в этой статье, такой интересный. Кстати, давай её прочитаем, и разберёмся, походу, уже, что там, куда вставлять. Ага, окей. Интересно, что, что за такие обещания? Ну, вот что, давай теперь пойдём к номер 1. Отак. Ну, типа, давай. Ну, как бы, давай так. Что бы купить в approg newspapers, filhodoing, летом, элект experimentation. Да,ывальню, это всё здесь, их Clinic adapt Revelation classic. けれ explain to us today, tick to www. Legov.com. Ага, ну, вот так, что значит, яerosав narcissistagues. С это внимание, вещей, которой вы это же влияете, на то, что потом он лучше вернет. Есть ли смысл переводить или... Ну, нет. Хорошо. Какое же из обещаний у нас здесь из этих шести может подойти сюда? Не знаю. Ну как? Ну как это? У нас же вот подсказка такая, что они не придут до следующей недели или еще позже. Поэтому... Тут есть прям вообще вот такое, что прям максимально подходит из этих шести. I'll come back tomorrow. Правильно, да именно это. Окей. Дальше. Давай, на номер 2. Так. Окей. 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 They usually say it just before they give you an injection. But the phrase is not complete. The phrase. The full phrase is, this won't hurt me, but it will probably hurt you a lot. So, here we have a super-sharp description of what it is for this promise. This one is hard. Yes, right. There was such a super-sharp description. So, there was nothing so complicated. Let's go number four. So, you make a new friend on holiday or on a bus journey. You swap email addresses and you make this promise. Six months later, you find a name and email address on a card or an old piece of paper. Oh, dear. You sing, but then you remember that they didn't write to you either. Ah, yeah. Ah, yeah. Переводить, я думаю, не надо, да? Не надо, да? Ну, хорошо. Собственно, что у нас здесь может быть? I'll write you. I'll write you. Верно. Да, правильно. Теретья. Теретья. In Hamlet whom to book the protagonists We lend people money, they always make this promise, but then they forget, if we then ask for the money back, they think we are mean, if we don't ask, we never get the money back. Тут я думаю вообще очень легко понять, что это у нас такое. I'll pay you back tomorrow. Верно, правильно. И последний, это last one. Whitney Houston sang a song about this and every day. All over the world, thousands of people make the same promise to each other. We know eternal love exists. But is this promise the most difficult one to keep of them all? Угу. Угу. Ну, и... Это я думаю вообще лихать не будет. Да было, но восстание осталось. Угу. I've always loved you. Да, правильно. Вот, собственно, и всё. Ага. Теперь. Ага. 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 Ну, и вот здесь создание C. Видишь, тут нам предлагают... Найти... Ну, слова, которые... Вот... Которые вот... Которые вот... Которые вот... Которые вот... Которые вот такие вот описания, как вот здесь. Вот, собственно, там... Вот, например, первый от нас. A person who repairs water, pipes, bath, etc. Who is it? Угу. Ммм... Водопровод, сантехник. Угу. И кто это у нас здесь? В этом тексте. Именно в этом тексте. Не знаю. Угу. Не знаешь. А ты говорил, что перевод не нужен. А я тебе понял. Всё-таки... Перевод, оказывается, был... Ну, можно. Хорошо. В следующий раз, когда будешь... Какие-то тексты читать... В следующий раз будешь переводить. Короче. Водопроводчик... Это... Пламбар. Да, пламбар. Вот. Вот это вот слово. Да, это у нас есть, собственно, вот этот вот человек. Окей. Номер два. Студить, чтобы найти больше информации о чем-то. Угу. 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 Ну, непонятно, что ты за человек. Угу. Честно, я тоже слышал. Угу. 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 Честно, я даже сам не... Мы ещё сейчас посмотрим, поищем, может что-то найдём. Угу. 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 что-то я вообще без понятия что это такое может быть может быть это может быть ты не знаю вы сердце как исследование все что мне приходит на ум из этого текста больше я ничего здесь не могу кого найти хорошо давай пропустим пусть будет research 3 это у нас putting medicine under the skin with a needle what is it injection injection да это у нас собственно injection укол все верно ok number four the act of traveling from one place to another я уже нашел это слово как раз таки так пятая это у нас уже будет adverb у нас это как его причастие уже получается one or the other те а что такие причастие ну вообще причастие это у нас как такое ну причастие это что делающий что здесь что сделающий что сделавший но конкретный пункт я даже честный даже и точно не ну хорошо сейчас я буду вспомнить что такое adverb adverb а вот точно adverb это наречие господи просто вот я таким образом запоминаю с ним связано но нет и как показали практике не всегда она так работает вот сейчас так было на тот момент когда это не сработало в общем то это наречие adverb то есть как один или другой Вот я, я этого даже не совсем понимаю, что значит один или другой. Что это такое, господи, боже мой? Вечно что-то намудрят нам это еще разгребать. Ну? Чего они вообще хотят, господи, боже мой? Ладно. Пусть пока тут вообще ничего не будет. Перейдем лучше к шестому. Something which lasts forever. То есть это у нас же adjective, прилагательное. М-м-м. Субтитры делал DimaTorzok А я уже нашел это слово, кстати. Это уже намного легче. Ну, легче, я не понимаю, про я тебя слово в псейдете. А-а-а, третье слово lasts. Lests это длиться. Что-то, что длится вечно. Угу. Шум уже длится вечно. Это уже в шестом параграфе минус. Eternal. Yes, правильно. Здесь у нас все правильно. Отлично. Так, хорошо. Теперь давай перейдем к... Думаю, сразу перейти к третьему. У нас будет grammar. We'll want for promises, offers and decisions. Так, собственно, у нас вот... У нас здесь есть всякие разные картинки. Такие. Можем их еще взглянуть. И вот подумать, что же там люди друг другу обещают. И где мы можем использовать will и want. Где у нас предложение, где у нас решение. В общем-то... Теперь можем перейти в врук B. Complete sentences one to six with a verb from the box and match them with the cartoons AF. То есть, у нас тут есть шесть слов. И мы должны их таким образом соединить, чтобы получить у нас правильные обещания. И потом мы их можем просто объединить с этими вот нашими картинками. С A по F. Ну что ж, давай попробуем. Окей. Кайл. Здесь у нас уже, кстати говоря, такое уже, что-то вроде идиомы. Так что я... Тут я, кстати говоря, уже точно не... Что-то там, это стейк. Но вообще... Вообще стейк это как стейк может переводиться. Ну, то есть... Ну, наверное, можно как I will have. Но как-то так странно это звучит, конечно. Я буду есть стейк, пожалуйста. Нет. Тут, я думаю, будет... I'll take. Да, возможно, кстати, I'll take the стейк. Потому что вообще стейк еще может быть как... Или нет. I'll take the... Take the стейк. Ну, видимо, тут... Ибо я даже сейчас просто интерес сразу посмотрел в переводчике, чтобы не ошибиться. Потому что, ну, есть стейки, оказывается, ну, ничего вообще ни с одним из этих словом. Ничего мне никого не говорит. Только вот единственное, что take the стейк это есть стейк. И все. То есть просто I will... Или вот еще take... Вот, то есть именно вот как take the стейк это как взять стейк. Я возьму себе стейк, вот что-то такое. Вот это уже как просьба такая. Может быть. С картинкой... Под буквой Е, в принципе, нормально. Типа я буду стейк. Да, вот это I у нас может быть. Да, это у нас может быть I. Так что, да. Хорошо. Что у нас насчет нам, Батю? Угу. Может быть, кто угодно. Ну, тут на самом деле мы это уже видели обещание на предыдущей странице, оно там было. Как раз о нем там целый какой-то параграф был в статье. В нем мы пытались найти вот это вот слово непонятное на речи с один или другой. Все равно не знаю. Это pay. I will pay you back tomorrow. Я верну твои деньги завтра. Вот что это у нас. Вот что это у нас. На речи один или другой. Да. Все равно связи с один или другой не бачу. Ну, как бы, а B тут вот какому-то вот человеку дают деньги. Вот это оно как раз таки. Окей. Вот. Как бы да, так что. Так. Ну, третье, я думаю. Правильно. Что у нас здесь может быть? D. D. Окей. Почему бы и нет. Да, вот там тебе помогает какой-то... девушке, там, занести все ее, просто открывать ее дверь, чтобы она... Ну, да. В принципе, я согласен. Так. What's about number four? I will always love you. Угу. Правильно. И что это у нас тут такое интересное? Под номером A картинка. Да. Ну, как бы, тут ничего такого удивительного нет. Так. Хорошо. Хорошо. Shall I open the window? Угу. А это вообще леккотня? Что у нас тут? Ну, то я думаю, и даже по картинке можно сразу понять. Ну, все, но... А чего в самолете открывать иллюминатор? Не ярко. Вот именно. Ну, если такие насмешливые взгляды, то и женщины. Что за андроюсом? Угу. Угу. Да, кстати. Так. Хорошо. И последнее. Number six. Yes. It's very nice. So... I'll take it. Не-не-не. I'll have it. Ну, я думаю, что тут все-таки... Может быть как take... Тут скорее take. Просто в первом случае могло быть как take, так и have. То есть там, возможно, имелось в виду, что... Что он будет есть стейк, а не... Просто take the steak, это вот как взять стейк. А have the steak, это уже есть стейк. Так что в первом случае у нас тут скорее всего I'll have the steak, please. А вот тут, да. А тут можно I'll take it. Это у нас... Ну, я думаю, что будет понятно, что за рисунок такой. F. Там все-таки вдалеке ржут. Держи. Угу. Именно оно. Так. Хорошо. Теперь можем перейти к vocabulary. Здесь у нас... Смотри, здесь у нас уже такие фразовые глаголы. Еще одно знакомство с фразовыми глаголами. Довольно полезная штуковина. И вот у нас тут уже спрашивают. В чем разница между go и go back? Ехать и возвращаться. Угу. Верно. И тут, собственно, у нас пять таких предложений, которые нам желательно куда-то вставить. Итак, complete the dialogues with a phrase from the box. У нас тут вот есть пять таких фразовых глаголов. Call back, come back, give it back, pay me back, take it back. Все ли они тебе понятны или что-то непонятно? Ну, call back, то-то нет, уже понимаю. А, call back, это перезвонить. Ага. Понял. Ну, в принципе, я думаю, что можем однаждаться. Ну, хорошо. Давай, собственно, сделаем эти пять заданий. Что? Ого. Захарит. О, да. Та, ты мне дал мой бабкин. Но она немного маленькая. Не волнуйся. Стоп. Я привожу его в магазин и подавлю его. Верно. Вообще-верно. Вообще шикарно. Переводить, я думаю, не нужно, это все дело. Вроде нет. Ну, то есть, ну хорошо. Пока незнакомых слов здесь нет, можно, в принципе, переводить. Так, хорошо. Давай на Батю. Can I speak to a bird, please? I'm sorry, he is not here at the moment. Окей. I'll call back later. Call back? Да. Окей, хорошо. Ну, честно, я пока не уверен, но давай посмотрим дальше, может, все-таки все правильно. Хорошо, давай номер 3. Excuse me, could I talk to you for a moment? I'm really busy at the moment. Could you... Ага. А есть тут именно разговор? Не знаю. Не, ну смотри, тут могло быть, мне кажется, что в втором все-таки камбэк, а в третьем коллбэк. Да, это все-таки намного лучше подходит. Ну, в принципе, да. Хорошо, давай номер 4, предпоследний у нас, pre-last. Ну да, в общем, вот что-то такое у нас тут. И, the last one, number 5. Can you lend me 50... ... 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 По немецкому аэро. А-а, ну понятно. 50 евро, Ник. It depends, when can you pay me back? Tomorrow I'll go to the bank or think in the morning. Окей, хорошо. Ну, в общем-то, у нас вот такое вот сделаемое. Так, ну listen and check. Я думаю, что можно и не слушать, и не проверять. И так все думаю. Ясно. Так, что у нас насчет задания 5? Тут хотят какую-то... У нас тут есть какая-то игра. Я что-то не совсем... О, секунду. Что-то тут какая-то неч непонятная. Так что не. Я думаю, что на этом можно вообще не заострять никакого внимания, ибо... только себе все усложним. Так. Есть у нас еще какая-то песня, White Flag. Предлагают нам ее послушать. Но я думаю, что это мы уже можем сделать попозже. А сейчас... Еще хотят, чтобы мы тут с 3D еще немного. Так. Ну, я думаю, что после 3D и после того, как мы уже все это дело сделаем... После... На what can you do, я думаю, мы остановимся. И на какое-то время... И какое-то время будем изучать еще некоторые грамматические аспекты в английском языке. Которые также немаловажные. Так что... Да. Пока, я думаю, мы... Ну, в общем-то, сейчас, я думаю, мы можем уже закончить 3D. А потом уже перейти к... Грамматике. Каким-то вот... Темам. Всяким разным. А потом уже через какое-то время сюда снова вернуться. Так. Хорошо. Сейчас можем пока поделать 3D. I was only dreaming. То есть... И сам... Я только мечтал? Ну, да. Здесь нам предлагают... Тут нам предлагают уже послушать... Послушать такую вот интересную... Здесь сначала тут нам предлагают вот просто... In pairs say... If you think... These statements are true or false. То есть вот... То есть вот... То есть вот скажи... Считаешь ли ты, что эти... Так что вот эти вот утверждения правдивые или ложь? То есть вот, например... We can only remember a dream if we wake up in the middle of it. И... Так... ... ... ... ... ... Конкретно тут у нас имеется в виду... Dream не как мечта, а как сон. Ну, я вспоминаю, но тут планы возможно помнить, по крайней мере, мне не. Ну, не знаю, вот, лично, что касается меня, то я вообще очень так хорошо запоминаю очень многие свои сны, так что я думаю, что все-таки не совсем я согласен со всем этим делом, так что для меня лично это полз. And what's about the thing that we always appear in our dreams? Ну... Тут уже какая-то философия пошла. Ну да. Maybe. Окей. Что за номер три? Люди часто имеют одновременно. Не знаю. Не знаю. Ну, кстати... Окей. Что насчёт этого дела... Я могу сказать, что... Что бывало такое, что мне снились не прямо одни и те же сны много раз, но хотя и такое тоже бывало, что мне снились одни и те же сны, но в основном мне очень часто снились довольно похожие сны, которые могли иметь одинаковый конец или ещё что-нибудь такое. Да, вот такое у меня бывало часто. но чтобы прямо одни и те же сны, у меня такое было всего, по-моему, один раз в жизни. Чтобы мне, по-моему, три или четыре раза подряд проснился один и тот же сон. Но это было всего один раз в моей жизни. Так что... Для меня это false. Хорошо. Psychoanalytics use dreams to help their passions. Ммм... В общем-то, психоаналитики используют сны, чтобы помочь своим пациентам. Треба давать тебе вопрос. Ну да. Ну, в общем-то, я думаю, что... я даже сам этого не знаю, так что пусть пока будет там, я знаю. Ах, хорошо, я не знаю. Number 5. Dreams can predict the future. Maybe. Yes, I write. That's true for me. Because... I had some dreams in my life, which then became the reality. Так... Хорошо. Но цена доказывает. Хорошо. Что у нас... Что у нас дальше? У нас дальше вот. You're going to listen to a psychoanalyst taking to a patient... Talking to a patient, sorry, about his dreams. Cover the dialogue and listen and number the pictures one to six in the correct order. То есть, что они от нас хотят? Они хотят, в общем-то, тут у нас есть такой диалог между доктором Мюллером и его пациентом. В общем-то... И вот нужно вот... Вставить пропущенные слова, которые мы можем узнать только, если прослушаем вот этот вот аудио файл. Так, сейчас, в основном, мы научимся, это будет третья минута и десятая секунда. Час 0.3.12, в общем-то. Хорошо. 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 Sí. 就是 3.12. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что у тебя холодные ступни и есть лиц означает я оставил вид новых ну кстати да я тоже подумал но мне кажется что это первое это тоже селилов да итак собственно говоря с этим прошли дальше у нас наша доктор мюллер будет уже рассказывать о том что это все означает так что я не знаю не не закрывался там еще этот файл или нет если если не закрыл то может прям с того же места продолжить там дальше как раз это уже рассказывать про про это дело 3.13 3.13 Девушки отдыхают. Do they mean anything? Yes. Flowers are a positive symbol. So the flowers mean that you are feeling positive about the future. So perhaps you already knew about this possible promotion. No, I didn't. But it's true, I am very happy at work, and I feel very positive about my future. That's not where my problems are. My problems are with my love life. Does my dream tell you anything about that? Hmm, yes it does. You're single, aren't you? Yes. Well, divorced. Because the violin music tells me you want some romance in your life. You are looking for a partner, perhaps? Yes, yes I am. In fact, I met a very nice woman last month. I really like her. I think I'm in love with her. I'm meeting her tonight. In your dream you saw an owl. In a tree? Yes, an owl. A big owl. The owl represents an older person. I think you'll need to ask this older person for help. Maybe this older person is me? Maybe you need my help? Well, yes. What I really want to know is, does this person, this woman, love me? You remember the end of your dream? You were feeling cold? Yes, my feet were very cold. I think perhaps you already know the answer to your question. You mean she doesn't love me? No. I don't think so. I think you will need to find another woman. I think that's what it means. Ну да, в общем-то, психоаналитики, они похожи, вот, но это что-то типа астрология, мне кажется. Что-то типа тёгнуло. Да. Так, хорошо. Хорошо. Что у нас касается второго грэма, я думаю, вот ещё можно его сделать. Ну, тут, в принципе, ничего такого слова для тебя не буду, просто вот сказать, к какому времени у нас относится та или иная вот эта вот фраза, которая... Предложение из вот этого вот списка, чуть ниже таблички. Угу. Угу. Present simple. You work in an office. Угу. Present continue. Да, шоуту-то за use D. Клата-клонка use. Честно говоря, я и сам не совсем понимаю, что это значит. Пример какой-то, что за пример я не совсем понимаю. А, я понял. Наверное, кто это говорил, доктор Мюллер или пациент, похоже это есть, типа D это доктор, P это пациент. Я так понял. Скорее всего это так. Ну а вы используете кто? Кто использует это? Может быть я... Так. Так, что у нас просьба Continuous? Так, Frank Continuous. I'm meeting her tonight. Да, верно. Это у нас, собственно, и будет Present Continuous. Что можем сказать о Past Simple? I saw a novel. I was drinking champagne. Да, верно. И еще у нас остается going to и will. Going to. You are going to meet a lot of people. Угу. И will want? You'll have a meeting with your boss. Ага, верно. Я согласен полностью. Так, хорошо. А, вот что за юз у нас было. Это вот. Вот. Это вот просто вот из A по F. Вот это у нас юз. То есть что это у нас такое? Первое это у нас было Future Plans. Не-не-не-не, погоди, погоди. Первое это у нас Things that happen always are usually. Ну да. Хорошо. What's about Present Continuous? Things happening now are planned for a fixed time place. Верно. Абсолютно верно. Что у нас о Past Simple? Finish an action in the past. Да. А что у нас Past Continuous? Actions that were in progress at a past time. Угу. Правильно. Абсолютно правильно. Ну и последние два это going to plus infinity. То мы тут можем сказать. Future Plan and Prediction. Да. Верно. Так и есть. That у нас going to. И we'll want. Future Prediction, Decision, Authors and Promises. Да. Абсолютно верно. Что ж. В принципе на сегодня урок уже наш закончен. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И так. Что у нас касается задания номер четыре. Нет. В смысле. Домашнего задания. Задание номер четыре. Я думаю что. Ну. Тут. Я не уверен что тут. Стоит его сейчас сделать. Я думаю что мы его сделаем. Я думаю что это вообще пока. Ну. Это только нам все затруднит. Ну. Лучше намного легче будет вообще. Если мы просто об этом в общем дело забудем. Мы будем просто заниматься чем то вот. И вот из этого. Так вот. Что же я предлагаю. Сделать дома. Я предлагаю выполнить задание номер пять. Так. Так. Задание номер пять. Так. Да. Второе что я хочу. Это. Restaurant Problems. Пройти. Думаю что тут и без моей помощи. У тебя все шикарно получится. Третье. Написать. Рассказать. Свой самый любимый сон. Вот. Окей. Я надеюсь что это. У тебя. Что у тебя не возникнет каких то особых. Трудностей со всем этим делом. И у тебя все получится. На самом деле сны это прям очень такая интересная тема. Так что я. Мне будет очень даже интересно. Узнать о каком то из. Узнать о твоих снах. Я думаю это будет прям вообще здорово. Ну что ж. Я думаю что пора уже прощаться. Встречаемся значит мы в среду. Я хочу respects пок squad. О Kelvin nucleя. Иня Жалкая. У тебя в vend ironically. Окей. Гудобай Гудобай Сessen сyaѕ Редактор 2. Продолжение следует...